На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовала Межзаводская школа по обмену производственным опытом руководителей и специалистов электростали плавильного производства. 24 делегата из 9 ведущих металлургических предприятий России посетили ММК. Первый день занятий прошел под пристальным вниманием нашей съемочной группы. Обо всем подробнее в сюжете Елена Ткач. Школа по обмену опытом была организована корпорацией Чермет в 2000 году. За два десятка лет стали плавильщики в Магнитке побывали лишь единожды. Эта встреча вторая. После долгой пандемии и паузы площадка по обмену опытом вновь работает в режиме реального времени. Есть возможность не только увидеть, как отстроен процесс работы другого предприятия, но и потрогать, почувствовать, узнать тонкости и профессиональные фишки. Я вообще считаю ММК это как флагман российской металлургии, что ли. Огромные площади, огромные объемы. Очень интересно. Дом ни разу не видел. Экскурсия по ММК пробил в биографии потомственного металлурга обязательно исправит. Но межзаводская школа не только ответы на вопросы. Прежде всего это личные контакты, а иногда и родственные. Несколько дней производственного обучения старший мастер печей Волжского трубного завода проведет в компании родного брата Василия Никитина. Ведущий инженер столеплавильной группы металлургического комбината города Ревды тоже сегодня здесь. И вопрос у него есть и к брату металлургу в том числе. У них, например, на выпуске стали из ДСП, в Стальковск, когда выпускают, настроена донная продувка ковша. У нас вот сейчас такого нету. Вот мы тоже, я как раз таки такую идею мы подали у себя, ну с коллегами. И вот хочу тоже сейчас у него побольше пообщаться. Важно, что есть такая возможность поговорить и обсудить проблематику очно. Тем более информативно, что площадкой выступает крупнейшее металлургическое предприятие России – Магнитогорский металлургический комбинат. Я каждый раз, когда приезжаю снова, я вижу, что он становится все чище, лучше, эстетика. Магнитогорский комбинат, он был, есть и остается лидером по всем направлениям. И по социальным делам, прежде всего, это очень важно. И начинается вот сегодня беседа в электростарклонах, есть безопасности, с вопросов, которые забота о людях. Традиции подобных школ уходят еще в советскую эпоху. Но есть новомодные тенденции, например, такие, как бенчмаркинг. Слово непонятное, но стоит за ним вполне известный процесс. В финале обучения каждый специалист выдает свои рекомендации по улучшению производственного процесса. Есть стандартные классические процессы, но есть инновации на участках, которые вроде бы со стороны, мы считали, даже не знали, что это может улучшить условия труда или производительность поднять печи. Побывав на других заводах, подчеркнули, увидели, какие акценты там ставятся на что, на экономику, на экологию, на производство. Участники школы работают на трех комбинатах по два дня, на каждом из них в течение 10 дней. С учетом переездов, по завершении магнитогорского этапа, Межзаводская школа специалистов электростолеплавильного производства продолжит работу в Калуге и Старом Осколе. Елена Ткачер, Кадис Тариков, телекомпания ТВН.